Тишину в Крюково нарушили грузовики. По деревенской дороге, на которой едва разъезжаются два автомобиля, везут строительные материалы для жилого комплекса «Эльон». Под угрозой безопасность местных автомобилистов и пешеходов. Через деревню не вариант, даже если вы здесь эту перемычку расширите. Есть такое предложение, мы, конечно, понимаем, что это было. Во-первых, у нас это было. Да, надо сейчас будет пешком пройти до глобуса и посмотреть, что получится. Мы абсолютно не возражаем. Но мы хотим еще улучшить эту ситуацию. Вот эта улица широкая, на 400 метров. За счет этого перешейка мы сократили на 800 метров поездки по деревне. Четырехэтажный ЖК «Эльон» должны сдать до конца 2022 года. Двор нового комплекса будет без автомобилей. Собственникам предложат оставить автомобили на подземной парковке. Впрочем, транспортный вопрос это решит лишь частично. Поэтому без транспортного моделирования не обойтись, подчеркнул Андрей Иванов. Транспортный моделирование, допустим, все делают проект обязательный. Как будут заезжать, как выезжать. Сейчас мы боремся с проблемой большегруза и пытаемся освободить деревню от транспорта. А потом будут пробки. Поэтому нам вопрос и проект транспортного моделирования нужно делать однозначно. Проекты должны разработать в ближайшее время. Его обсудят с местными жителями. А стройматериалы в ЖК «Эльон» теперь будут завозить в обход жилой зоны по территории гипермаркета «Глобус». Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.